Добрый день, ребята! Добрый день, ladies and gentlemen, дамы и господа! Меня зовут Яков Фаин. Сегодня я всё ещё нахожусь во Флориде. А число сегодня? 13 ноября 2020 года. Начну с ответа на один из комментариев. Андрей Громанов написал, «Вот да, Яков, вы абсолютно попали в период. Я смотрел эти verses battle и тоже не могу понять этого хамства друг к другу». Баттлс меня в данном случае не интересует, но в прошлый раз мы обсуждали слово period, как много у него есть значений, и одно из них – это точка. Но вот здесь Андрей использовал это слово неверное, я вынужден поправить, как говорится, не могу молчать. Вот Яков, да, вы абсолютно попали в период, так никто никогда бы не сказал по-английски. Оказывается, ну не оказывается, для меня это давно уже оказалось, но может быть для вас это будет новостью, что слово «точка» имеет много, ну не много, а несколько разных слов, которые представляют именно точку, но в разных контекстах используют по-разному. Например, есть слово point, тоже слово такое, иногда point – это что-нибудь острое, как кончик чего-то, а иногда это точка. Есть слово dot, dot – это тоже точка. Понимаете, вот в данном контексте, что я попал в точку, если вы хотели сказать, то you got the point, you got the point. Вот это, наверное, было бы правильно сказать. You speak up to the point. Вот так, наверное, надо бы сказать, что именно вот об этом я говорю, но не period. Так что, если вам интересно, попробуйте поизучать разные варианты, разные контексты для использования трех слов. period, point и dot. Или, например, такое же, what's the point? What's the point? Видите, это тоже слово point, но смысл другой. Для чего это? Какой смысл в этом? Ну, например, я могу поехать там в другой город, but what's the point? Зачем? Ну, вот так. Теперь перейдем к нашим делам. У Трампа, в принципе, есть маленькая победа, победка, я бы даже сказал, в штате Пенсилвене, важный штат, где Трамп сейчас проигрывает 20 голосов выборщиков. У него там разные суды были, разные судебные иски, вернее, в частности, он говорил, что незаконно, что продлили еще на три дня, еще на три дня разборки с предъявлением удостоверения личности людей, которые поздно проголосовали. В Пенсилвене и так было продлино до 9 декабря, а тут там еще было две тысячи с чем-то бюллетней, которые получены были, но каким-то макаром было непонятно удостоверение личности, не было проверено, что это люди существуют. И вот эти две тысячи голосов было убрано. Это маленькая победа, конечно же, потому что там перевес на сегодня у Байдена 54 тысячи голосов, но как бы, как бы кое-что есть. Сегодня, или вчера это было, уже не знаю, Китай. Китай поздравил Байдена с тем, что его выбрали. Вы помните, Китай держался долго. Кто же остался, кто не поздравил Байдена? Конечно же, Владимир, Владимирович Путин. Вот видите, друзья познаются в беде. Он не спешит до сих пор поздравлять Байдена. Надежда, конечно, есть у меня и у Владимира Владимировича, что все-таки Трамп добьется чего-то там. Но надежда маленькая. Хочу вам сказать. Я кое-что покажу сегодня, но надежда маленькая. Плюсом является то, что Джорджия, Джорджия, там постановил судья сделать полный пересчет. Там был очень маленький разрыв, голоса пошли типа Байдену, мы не сдаемся. И вот нечто серьезное. В Джорджии будут пересчитывать сколько там их было, я даже не знаю, 5 миллионов что ли, 5 миллионов проголосовало. Не буду врать, не помню точно цифру. Но сам факт, что полный ручной пересчет. Даже если, допустим, Трамп выиграет Джорджию после этого пересчета, этого все равно ему недостаточно, чтобы выиграть у Байдена. Но как факт, если окажется, что после этого ручного пересчета в Джорджии были результаты неправильные, и они переворачивают победителя, то это может быть такой красной тряпкой, и может быть и другие штаты, спорные, по крайней мере, решат сделать то же самое. Пересчитывать будут 5 дней. И 18 ноября сказали в Джорджии, что они объявят результаты пересчета. А 20 ноября они официально сделают сертификацию того или иного победителя в их штате. Так что ждем Джорджию. Ждем Джорджию. Еще давайте я вам покажу один сайтик. Мы говорили в прошлый раз вчера, по-моему, что Fox News уже не тот, верить ему особо нельзя, хотя они кажется пытаются сделать какие-то орг-выводы, но тем не менее уже как бы прокололись, поэтому многие зрители ушли и не смотрят их уже. Может быть вечером в 8 вечера Такара Карлсона посмотрят, или там может быть в 9 они посмотрят Шона Хеннити. Ну вот я вам показываю газету одну, называется The Epoch Times. Времена, эпохи или что-нибудь такое. Вот могу вам посоветовать эту газетку просматривать, пролистывать. Ну в частности они здесь показывают детальки по штатам, вот эти спорные штаты, где или очень было близко, или идут судебные иски, или something is not right over there. Вот видите, что они показывают The Epoch Times, они показывают, что по их мнению, так как по их мнению 232 у Трампа, 227 у Байдена. По последнее изменение, это данные на 12 ноября, на вчера, на вчера вечера, они так считают. Ну, тем не менее, тем не менее, можно здесь смотреть более-менее свежие новости по штатам, можно кликнуть на нее, кликнуть на нее, вот я, видите, я кликнул на Пенсилвеню, на вот такую новость, и вот они, они тут пишут, что демократическая партия просит, чтобы трамповский судебный исц был аннулирован. Короче говоря, есть что почитать здесь, можно здесь прочесть, можно здесь прочесть. Джорджия, например, Джорджия, что в Джорджии интересного? Вот это наша пучеглазая Александра Аказия Кортес. Интересно вот что, Сенат Рановс, значит, на сегодня, я не знаю, на основной странице они показывают это или нет, дайте-ка посмотрим, или не показывают про Сенат, а вот показывают, посмотрите, видите, вот здесь справа, на сегодня в Сенате 40 республиканцев и 48 демократов. Есть два места, и они именно в Джорджии. Два места Сената будут решаться, но они будут решаться аж же 5 января. Конечно, наша с вами задача, чтобы Сенат остался республиканским. Тогда мы им покажем, мы им будем ставить палки в колеса, и у них ничего не получится с очень сильно левыми идеями. Хотя, конечно же, конечно, хочется, чтобы у нас было общество более равных возможностей и так далее. Но не crazy ideas. И вот смотрите, что у нас есть. 50 на 48. Если два места, два места в Джорджии заберут республиканцы, то у нас будет 52, а у них 48. Тогда нам будет легче ставить палки в колеса. Там, в Джорджии, почему именно 5 января? Там такое правило, что если никто из кандидатов в Сенат не набрал больше 50 голосов, 50 процентов, извините, то делается так называемый run-off. То есть будут перед самые максимальные, то есть кандидаты, которые максимальное количество голосов набрали, пусть и меньше 50, они будут лоб в лоб, будут выборы из них двоих, а именно это будет 5 января. Соответственно, народ начнет денежки им подкидывать. И если кто из вас хочет поддержать республиканскую партию, то, конечно, имеет смысл подкинуть денег сейчас туда, в Джорджию, на этих сенаторов, на двух сенаторов. Что интересно, помните, я вам говорил о сенаторе Линдзи Грэмм. Линдзи Грэмм уже выиграл место в Сенате, продолжит, он продолжит в Сенате и быть, но он идет от Южной Каролины, где он имеет честь проживать. Что сделал он? У него остались деньги в его компании, когда он боролся за место в Сенате неделю назад, или 10 дней назад, у него остались деньги. И что сделал Линдзи Грэмм? Он взял миллион долларов из своей компании, которую он насобирал донейшенами на выборы в Сенат и отдал их, донейтнул, донатнул, пожертвовал вот этим республиканским сенатором на компанию в Грузии, она же Джорджия. Видите, это благородный поступок, я считаю. Теперь, кто там у нас в Грузии? И там есть пару человек, конечно же. Конечно же, пару человек. Где они у меня? Где-то их были. Фотографии. Вот одна женщина, ее зовут Келли Лоуфер, она республиканка, и мы ее любим, поэтому. А второй мужчина средних лет. Мужчину мы тоже любим, но у него есть один недостаток. Фамилия. Фамилия его, конечно, знаете, подкачала. Фамилия его Пердю. Как-то она режет слух, и мне напомнило один такой анекдот, который был еще в моей молодости. Дело было в Киеве. короче, один интеллигентный парень, киевлянин, познакомился с девушкой. Девушка красивая, симпатичная, все, но она из села, из украинского села. И вот он приглашает ее в ресторан, красивый ресторан дорогой, садятся за столик, белые скатерти, серебряная посуда, и он заказывает бутылку дорогого шампанского. Она понимает, девушка, что ей надо что-то сказать, чтобы поддержать разговор. И она говорит, ось, вы замолвили шампански. Я так люблю шампански. Це такий нектар, це такий аромат. Воно мені як запах квитів, як звук бджолы, звук як воно латить. А ось співа я пердю. Так вот, кандидат хороший, но фамилия, конечно, пердю подкачала. Но все равно, если у вас есть лишние пару копеек, отдайте пердю эти деньги на победу в Сенат. Дональд Трамп не сдается. Не сдается. он что-то знает, конечно же. Ну, я вам покажу вчерашний твит. Вчерашний его твит. Report. Dominion deleted 2.7 million Trump votes nationwide. Видите, я сказал, компания Dominion, это компания, которая делает софтвер для выборов, по крайней мере, для 28, по-моему, штатов. Они сделали, они установили это все. They deleted 2.7 Обратите внимание, точку, видите, как я здесь сказал, 0.2.7 2.7 million Trump votes. И дальше, где-то там удалили столько, здесь удалили столько и так далее. Data analysis finds 221 тысячу, где-то дали, его голосов дали Байден и так далее. Что является минусом? Что является минусом? Он приводит какую-то, он приводит ссылочку на One American News, я говорил вам об этом. Но этого недостаточно. Мы же никому с вами не верим, понимаете? Мы никому не верим. Поэтому поэтому вот это заявление выглядит как голословное. Может быть, он знает, может, ФБР что-то уже нарыло, мы пока не знаем. Я вам покажу одно исследование по анализу данных, которое, может быть, будет в эту же тему, но там целая презентация. Я вам не буду ее показывать, но ссылочку дам. Но вот этих удостоверений, этих, вернее, заявлений голословных мало, мало. Нужны конкретные судебные иски с конкретными свидетелями, с конкретными доказательствами, очень железобетонными. По-английски iron clad, железобетонные должно быть вообще доказательства, которые неопровержимы. Найдет он их или нет, я не знаю. Ну и, конечно же, как обычно, Twitter, видите, помечает его твит. This claim about election fraud is disputed. То есть, это утверждение спорное. Это комментирует Twitter, как будто его просили. Теперь, что еще? Что еще хочу вам сказать? я вам покажу вот такой экранчик. На самом деле, это целая презентация, это целое видео на час-десять минут. Я вам не буду показывать это видео. Видео интересно, прежде всего, видео интересно программистам. Здесь вот этот человек, доктор Шива Айюдерай, он доктор наук из MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ученый и так далее. У него есть много как бы credentials на его резюме. И еще там один с ним, Бенни Смит, там программист, еще один был, там третий на звонке был, на этом совещании или презентации, который занимался анализом данных. И вот он произвел анализ данных, он целую презентацию показал, я вам не буду все повторять. Она длинная, и он показывал всякие выборки по штатам, которые доказывали, доказывали, что есть паттерн такой, знаете, как сказать паттерн, не знаю, по-русски, образец или такая, не знаю, паттерн, что, мол, происходили вот в разных графствах, разных каунти, вот это там он про Мичиган говорил конкретно, как шло распределение голосов ровно-ровно-ровно, а потом вдруг оно шло внезапно вниз, причем вниз такое, линейно оно шло вниз. И он показывал по разным этим каунти, по разным этим графствам, и везде была одинаковая закономерность и картинка. Из чего он делает вывод, что это софтвер, это программное обеспечение, в частности, этой компании Доминион, в котором были заложены алгоритмы для того, чтобы менять значение, менять результат. Еще раз говорю, не буду вас грузить, ссылку дам, послушайте. Интересно очень выглядят эти данные. единственное, что мы же не верим никому, увяжь никому не верим. Я начал смотреть на этого парня, на этого доктора наук, на этого доктора наук, и я увидел, что он представляет как изобретатель мейлов вообще в мире всех. Видите, когда человек делает такие серьезные заявления о себе, как-то something doesn't seem right. Я начал смотреть о нем в Википедии, читать. Да, когда-то было, что он был под мастерием у какого-то руководителя его диссертации, тот ему дал задание, рассказал, как делать пересылку сообщений. И он написал программу тогда, которая, да, действительно, это делала. Но называть себя из этого изобретателем имейла я бы как бы постеснялся. Даже я, которого скромности не так много. Не то, что скромности немного, но если я знаю, что я что-то сделал очень круто, я не стесняюсь об этом говорить. Но это как бы a little bit too much. Понимаете? Потом начал читать Википедию, там где-то были какие-то он любит теории заговора, но, еще раз говорю, если то, что он представил в этой презентации правда, если, кстати, об этом знают FBI и Трамп и еще какие-то data analysts, которые в Белом доме, то из этого может что-то получиться. Опять же, еще раз, если это правда, но звучит вроде бы солидно. Звучит солидно. Поэтому обратите на это внимание, если хотите. Что еще вам сказать на сегодня? На сегодня. Немножко пару слов буквально поговорим про вакцины. Про вакцины. Во-первых, ну вы же, конечно, знаете, что Pfizer уже объявил, что 90% эффективность его вакцины. И что будет происходить дальше? Дальше они, может быть, уже подали документы, а может быть, через недельку подадут документы, не знаю точно, но у нас же есть FDA, Food and Drug Administration, то есть любая вакцина, лекарство должно пройти их одобрение. До этого мы в Америке, в Соединенных Союзах Америки не можем принимать лекарства. Очень жесткая процедура и так далее. Как я уже вам говорил, попараллельно с этими исследованиями они уже наладили производство и штамповали эти вакцины. То есть к началу декабря уже будет 20 миллионов готовых вакцин. Мы будем надеяться, что FDA их одобрит до середины декабря и мгновенно можно начать колоть. Но колоть дело такое. Дело не такое простое, как вы думаете. Вы думаете что-нибудь колоть. Ну вам ящик пришлют этих вакцин в баночках, в колбочках или в чем-то. Крыщику снял, шприц набрал и вкальнул. Не так все просто. Вообще вакцина, которую сделал Pfizer, у нее очень повышенные требования к ее хранению. Она должна храниться в холодильных камерах с температурой минус 70 градусов Цельсия. По-моему такая цифра, если я не вру. Где-то примерно так. Что означает, что это не может в любую аптеку взять и отправить. В любой аптеке нет такого оборудования, чтобы держать их при такой температуре. Поэтому, конечно, прежде всего ее получат такие большие сети. Там у нас есть CVS, Walgreen, конкретные точки, может быть в госпиталях конкретных, куда надо будет ходить и делать вакцину. Причем меня еще туда никто не приглашает пока. Сначала буду делать тем, кто на передней линии фронта с вирусом, конечно же. Потом те, которые наиболее уязвимые, скажем, через месяц стариков всех обвакцинить. Не то, что у нас молодых, а стариков. Вот такое дело. Вакцина файзеровская, что интересно, я не специалист, рассказываем просто то, что я слышал от специалистов. Там интересная такая тема. Вакцина это не готовый вирус, скажем, очень ослабленный или может быть мертвый, или еще не знаю какой, к которому организм привыкнет, и поэтому когда будет настоящий вирус, он будет выработать иммунитет и будет знать, что с ним делать. А это вообще не такое сделали, я даже не понимаю, как это можно придумать. Они вкалывают, я говорю конкретно о вакцине файзеровской, вкалывается инструкция организму, иммунной системе организма, как нужно вырабатывать вот эти антитела для ковида. То есть не дать кому-то рыбу, чтобы накормить, а научить ловить рыбу. Понимаете, это то, что так, как сделана файзеровская вакцина. Sounds very cool. Теперь я жду еще одну вакцину. На следующей неделе должны объявить вакцину, вернее, результаты испытаний на людях, которые произошли, которые производила компания, которая называется Moderna. Я их жду еще по шкурным интересам, потому как я не так давно прикупил их акции. И надеюсь, что они выстрелят, и я стану еще богаче, чем я был до того, как прикупил эти акции. Так что посмотрим за компанией Moderna. Символ их на сток-маркете MRNA. если кто хочет посмотреть, пожалуйста, смотрите туда, туда посмотрите в корень. Ну и что еще сказать напоследок. У нас медицина хорошая, но, конечно, это бизнес. Вот я вам просто хочу показать имейл, который я получил буквально пару дней назад. Я получил от одного медицинского офиса, куда я периодически хожу, когда мне надо. Ключевые слова, когда мне надо. Но что пишет этот имейл? End of year benefits. Use them or lose them. Они говорят, заканчивается год, у тебя есть страховка. Страховка у нас как работает? Есть часть, которая так называемая deductible, которую ты сам должен из кармана заплатить, а потом уже платит все страховка. Короче, там есть разные варианты, одним словом, такая система. И к концу года они исходят из того, что, наверное, ты уже deductible свои выплатил. Ты же ходил в течение года к каким-то врачам, где-то что-то потратил. И они говорят, дорогой ценный пациент. У тебя много забот. У тебя много забот. У тебя много на тарелке. Смысл другой. У тебя много забот. За углом уже праздники. Но не забудь полностью воспользоваться твоих страховых бенефитов до тех пор, пока год не закончится. Почему? Потому что начнется Новый год, опять надо deductible выплатить сначала, а потом уже будут платить эти. А сейчас тебе ничего не стоит. Тебе иншурнс и так все заплатит. Поэтому если ты уже выплатил deductible или FSA бенефит остающиеся, есть такой план, когда можно откладывать на медицину. не прошляпь эту возможность и назнать визит к врачу конкретно в их офис, сделай осмотр профилактический, проверь здоровье, сделай прививку от гриппа, если есть follow-up appointment, это значит, что я уже был, надо через какое-то время пройти, может быть, какие-то медикаменты надо рефилы сделать и так далее. То есть они говорят приходи к нам, ты придешь к ним, конечно же, тебе это ничего не будет стоить вообще, ну может быть визит в офис там 20 долларов или сколько, а они уж там раскрутят пополнить, тебя проверят все, все, что надо и все, что не надо, возможно, но опять же, тебе, мол, типа ничего не стоит, год заканчивается, поэтому приходи, вот такая система. Это, конечно, не очень приятно читать, медицина превращена в серьезный бизнес в Америке, да, она хороша во многих случаях, но вот такие такие отрыжки капитализма мы иногда видим. За 7 я с вами прощаюсь на сегодня, будьте здоровы, enjoy your life и конкретно этот weekend. Пока.